Раз уж вылез, блядь, в рекомендации, так уж и быть, блядь, послушаем, нахуй. 25-й кадр какой-то ёбаный. Не, ребята, вы понимаете, вы можете писать любую хуйню вообще на меня, вот там, побрей жопу, блядь, ещё что-нибудь. На меня это не действует, я сразу предупреждаю. Не тратьте моё драгоценное время, которое стоит очень больших денег, вы понимаете, о чём я, да? То есть, ну, вы можете писать любое говно, но это у вас хорошее настроение пока что, блядь, пока... Ну, оно хорошее настроение у тех, кто сейчас результаты узнал, блядь. Потом, нахуй, результаты за другой, блядь, экзамен придут, уже будет не такое пиздатое настроение, блядь, и вы не будете такие гадости писать. Поэтому я как бы говорю, тут всё просто, блядь. Залупа, я с тобой полностью солидарен, не умеют нормально общаться, блядь. Мама не учила нормально объяснять. Да-да-да-да, тут плюс вообще, тут плюс. Тут плюс полностью, под каждым словом подписываюсь. Типа, ты такой, где они там? А что это значит? Ничего, блядь, ну, хули, блядь. Но при этом каждый шарящий вообще, каждый в чате за всё шарит. Ну да, блядь, конечно. Я сделал вывод, что вы позеры просто. Половина из вас ёбаных позеров. Половина из чата ёбаных позеров, это правда. Я хотя бы, ну, не... Я хотя бы не стесняюсь того, что я не выкупаю за что-либо, понимаете? Я уже старый, я пенсия, ебаный, у меня песок из трусов сыпется. Но вы позеры, ебаные. Это же гораздо проще сделать вид, что ты выкупаешь, чем признаться, что ты, блядь, позер ёбаный. Понимаете, о чём я говорю? Потому что, как я это определил? Есть некая статистика, придуманная мной. Например, идёт очень локальный прикол про мой сквад. Чел, который первый раз не фоланут на канал, первый раз зашёл на канал, сидит, пишет ха-ха-ха, блядь. Это ли не позер? А я вам скажу, потому что, если кто-то один понял в чате, ржут, блядь, остальные все. Хотя даже не понимают, за чё ржут, понимаете, о чём я говорю? Блядь, нахуй вы ржёте, блядь? Вы чё, блядь, вы странные, пиздец. Ну вы поняли, вы поняли, что я говорю. И то же самое и здесь. Вот изначально, да, я помню пенис большой, я послушал. А люди придумали пасту задолго до этого. И паста сейчас разлетелась у каждого, это паста. Но не каждый выкупает за этот трек. Они даже не понимают, откуда это. Им просто, блядь, смешно, потому что там пенис написано, блядь. Вот я о чём. И вот это и называется позерство, понимаете? Это если бы я сейчас сказал, что я за Наруто выкупаю. Когда я посмотрел, блядь, только 20 серий первого сезона, блядь. Понимаете, о чём я говорю? Да. Так, ребят. Я не увидел пост на стриминсайде о том, что я стал амбассадором Котофея. Это бред. Но зато Николая с Гелендвагеном запостили, блядь. Ты зовёшь эгоиста, меня мне без разницы. Пока дневники кроют таинство. Я распыляю, чтоб тебе понравится. Топ, топ. Многие черти дорогу далее, чем-то идёт. Искать между кустами малинника нету проката. Сбегала из дома, чтобы сбегать меня подолгу. И на кой тогда сказке про боли нам? Моим и витом всё, а ты ведь так и не поняла. Я принимаю роли на себя загладить горе. Но в мультике не так было, и ты это вторила. И Коле, мои дети, что с нас взять? Приказано не верить, приказано выполнять. За озорной апатии меланхолия взрослых, посмотри назад. Бля, брат, хороший трек. Тяжёлый, очень грустный, блядь. Но сейчас настроение солнечное. Я не хочу в депрессию вгоняться. Извини, блядь. Брат, но это... Это не пенис большой. Это даже, блядь, не пенис. Это даже не маленький пенис. Это какой-то говно из жопы, честно. Я не могу такое слушать. Это очень отвратительно. Это рассчитано на тех, кто ему в директ сиськи будет кидать. Я вам так говорю. Настоящий и плотный мужчина никогда в жизни этот трек не включит. Потому что нормальные треки уже прозвучали из его уст. Был предыдущий трек. Вот это реально работа, ребят. Реально от души. А это что, блядь? Перекинезис какой-то ёбаный. Как в чате, блядь, спамят. Твой-то, блядь. Хэппи антлета, как мультикино. Ссора лишь часть всего кинематографа. И до конца всего несколько строков. Что там повторить, чтобы вспомнить? Я не понимаю, блядь. Что ты там, Мазелов, Илья, хотел повторить? Увидимся летом, увидимся летом, и я прошу тебя. Я понимаю, ребят. Он хочет повторить... Проберёте ли вы костюм Гитлера и усы в комплекте? Увидел уд... Так вот, про чё речь? Заебал, сука, иди нахуй отсюда, блядь. С этим Гитлером, блядь, на пару. И усами, и костюмом, и чё там ты ещё кидаешь? Ты заебал. Он, блядь, неожиданно, нахуй, ловит, блядь. Он неожиданно, блядь, вот эту хуйню вставляет. Я, блядь, не могу поймать её. Так вот. Значит, разбор текста, ребят, от меня, от Володи Братишкина. Поехали, значит. Здесь есть где-нибудь текст? Вот текст. Значит, как летом весь день, и надо спешить, мы точно успеем к загадочной хижине в дом чародея, блядь. Я так понимаю, Мазелов здесь читает про что? Мазелов здесь читает про то, что он приехал. Угадайте, куда? Куда? В какой-то детский лагерь. Нет, ребят, это ни в коем случае не Гравити Фоллс, не надо. Значит, он приехал в детский лагерь. Там он с какой-то девочкой что-то, блядь, попробовал. В доме чародея, блядь. Ну, это... Ой, блядь, какая хуйня. Пошли, значит, в дом к чародею. Что-то попробовали, блядь. И, как я понял из следующих строк, мы прекрасно понимаем о том, что ему понравилось, и он хочет снова повторить. Правильно я понимаю? И вообще, на каком я тайминге? Почему тайминги не крепят к тексту? Ну, вот, видите, следующим летом увидимся. Вот я сейчас беру, нахуй, Ctrl-F. Увидимся. Сейчас. Увидимся. Следующим. Летом. Где? Какой-то ким, блядь? Продаете ли вы костюм Гитлера и Уксиев? Блядь, ты заебал, ты нахуй. Это время уходит, давай мы в следующий раз, это повтори. Не продаю, блядь, чел. Я не продаю костюм. Так, ебаться можешь, блядь? Ща, нахуй. Юморист хуев, я тебя в попу ща выебу, ну тебе пиздец. Ща, мужики, секундочку, один моментик небольшой. Надо кое-чё поправить. Канал это, конечно, мне не забанит, как он думает, но денег я точно подниму. Такс. Где эту хуйню включить? Ща. Какой-то поэпи, бань, вы чё несёте, блядь? Где тут нахуй? О! Нормальная хуйня, слышите? Всё, брат, теперь по пятьсотке, по пятьсотке я готов продавать что угодно, блядь. Всё. Пятьсот рублей поставил тебе, блядь. Давай, раскошелимся немножечко с тобой. Я готов твою хуйню слушать. Так вот, поехали. Ты кто, блядь? Это кто? Мазелов, откуда у тебя такие слова, блядь? Ты чё, умный, что ли? Существа безобразные, он сказал. А, безобразные тут написано. Земля уходит небо, и мы с нею на скорости, кругом сдвиге по области, а в трещинах стонет земля. Я жав покрепче дневник, плашмя находясь, ловлю облака, видимо. Взглядом полном печали, направленным на тебя. Знаю, увидимся летом. Книга судьбы, ведь так соткана. А пока, блядь, ой. Прожигая лето, время уходит. Давай мы в следующий раз это повторим, чтобы вспомнить. Прошу, увидимся. Про спамьте-работяги он читает о мультфильмах, которые были легендарными, но их финансирование закончено и больше никогда не будет продолжаться. Я очень рад, что, в принципе, говнища больше не выпускают. Например, как Ким 5 с плюсом, я его в рот ебал, и говно мультик ёбаный. Дальше. Про что он ещё читал? Gravity Falls. Ну, тут тоже, как бы, сомнительно, потому что Gravity Falls, я считаю, не очень. Самый нормальный мультик спонсируется до сих пор, потому что он нормальный, ребят. Вы понимаете, о чём я говорю? Что это за мультик? Рик и Морти, конечно же, ребят. Конечно же, Рик и Морти, блядь, но это же гениальный мультик. Это лучший мультик, который придумало человечество. Правда. Вот это вот Adventure Time, там, блядь, вот это вот, что ещё там? Вот это вся хуйня, вот это вот пол-аниме. Мне это всё не нравится. Рик и Морти, вот это нормальная тема. Это сел с хуришем, пивка бахнул и сидишь, смотришь, блядь, так. Это чисто чипсонами вкидываешь, обалдёж. Я байчу, если чё. Я ничего против Gravity Falls и вот этого мультика не имею, но Ким 5 с плюсом реально говно, типа, было. Sorry, я его не смотрел. Это я не знаю, что он про Вич, блядь, не спел. Я сейчас не про который у Дудя обсуждали, а про мультик, который Вич назывался, ведьма, типа. У Дудя был, блядь, на этом. На выпуске, я имею в виду. Блядь, как-то я прям, ну, не язык, а язык враг мой. Ребята, вот это я пожилой. Какие у меня пожилые фразы вылетают, а? Ну, из меня суп не сваришь, получается. Пустая кастрюля громко звенит. Большой шкаф громко падает. Вот так вот. Чародейки. Нет, это Вич. Помню, еще был тотали Спайс. Потом Вич. Ой, блядь. Ну да, оно, в принципе, так и происходит, слышите, ребят? Я даже в правильной последовательности назвал. А потом Винкс-клуб какой-то. Я приходил со школы ради мумии. Людей в черном. Джеки Чан, я говорил, мумия еще. С утра я просыпался под польский мультик про крота. Самый охуительный мультик был. И когда со школы приходил, я даже был не против посмотреть Ханна Монтана. И я помню, самый детский удар по моей психологии, это когда Ханна Монтана сделала себе торт из пениса и начала его в рот сувать. Вот тогда я понял, что пиздец, пора взрослеть. Он чешкий, неважно. Не мой мультик про крота, где крот такой, о-о-о. Вот это вот, вы поняли. Все. А, я понял, слышите, увидимся следующим летом. Типа, реально, Ким 5 с плюсом. Это первое. А второе, что... Видимо, он уехал куда-то. А он только летом мультики мог смотреть. Или чего, погодите. Летом я у бабки отдыхал, там нахуй не было СТС-а. Я после школы это делал. А значит, что он был сказать, я прошу тебя, Ким, что мы увидимся осенью. Вот так вот надо было. А не летом. Грэйти Фоллс. А штаны с Ким 5 с плюсом, блядь. Вы чё, сегодня все сговорились меня хуесосить или что? На хуя ты утром подходишь к окну и вертишь хуем, как вертолетик. У всех, конечно, разные фетиши, но ведь ты еще после этого суешь палец в жопу и начинаешь яростно наяривать. Пиздец, надо было занавески закрывать. Чё-то думал не видно, кстати. Бля, ёбаный, блядь, долбоёб какой-то задонатил мне хуйню. Когда я последний раз хуём-то крутил, блядь, и палец в жопу всывал. Не было никогда ни такого, блядь. Ха-ха, Павел Сарь. А я байтил точках их. А чё этот шейх, который мне тут про костюмы с усами, блядь, писал? Чё, 500 рублей зажал, сука ты? Прожигая лето, время уходит, давай мы в следующий раз это. Да, мы, походу, на стриме стрее, чуваки. Прям, блядь. Только мне миллиардеры не закидывают донаты, блядь. А так всё заебись. Хе-хе-хе.